Сейчас я расскажу по шагам, как открыть ресторан, и я уверена, что, по крайней мере, один пункт, два, станет для вас большим открытием. Первый шаг ни для кого не секрет, все сначала придумывают концепцию, что я буду продавать современную израильскую халяльную кухню, или я хочу отменить стейк-хаус, или фестфуд здоровой пищи, и дальше под концепцию описывают целевую аудиторию. Про это мы тоже поговорим. Мы с Андреем в месяц проводим несколько, 5-6 аудитов, концепций, тех, кто только хочет открыть ресторан, планирует. Вы знаете, еще никто из них не описал целевую аудиторию правильно, а это ключевое, потому что если вы не четко представляете себе целевую аудиторию, на которой будете работать, вот с этого момента все пойдет неправильно. Об этом тоже сейчас подробнее поговорим. После этого пишется бизнес-план. Бизнес-план писать как минимум месяц, и вам здесь нужен специалист, который работал в ресторанном бизнесе, или вот вы сами, если вы работали. Потому что у многих смотришь расчеты и говоришь, ребята, давайте я вам покажу сетку бюджетную уже работающего ресторана, их годовой бюджет. Мы его открываем, они говорят, а что это за платежи? Рао. Ну, авторское общество, оно везде есть. А, да, тревожную кнопку забыли. А, точно, плюс мусора. Ага. Я говорю, а где вы решили найти пара конвектомат вот за такие деньги? Вы не найдете его. У вас отсутствует блендер, вакууматор, это, 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 вот даже самое минимальное. Быстренько считаем. И тоже получается, чаще всего у всех, кто планирует открытый ресторан, у них в итоге бюджет в два раза меньше, чем нужен. То есть, они думали, что они уложатся в два раза меньше деньги. Пишется бизнес-план, прям прописывается каждая гостроемкость, салфетки, текстиль, фартуки. И не просто так, ну, вроде это стоит 2000. Нет. Надо прямо отправлять запрос поставщикам, доставать цифры, закладывать и строить в этот бизнес-план бюджет. После этого нужно обязательно заранее понимать стратегию продвижения. Рекламироваться вы должны не после открытия, а до. Иначе произойдет следующее. Вот тоже говорят, а что такого, если мы не будем рекламироваться до, а начнем после. Вы нарядные, откроетесь, наймете сотрудников, и будет очень мало гостей. Это крайне демотивирует людей. Повара спят на кухне, официанты не получают чаевых. Через месяц они очень плохо обслуживают, потому что они демотивированы вот этой сукотой. Потом они начинаются уходить, а к вашей локации только-только привыкли гости, привыкли люди, и у вас происходят смены коллектива и потери качества. И дальше встать уже очень сложно. И вот тот шаг, который я обещала вам будет неожиданностью. Вы еще ничего не нашли, вы еще ничего не открываете, вы просто придумали концепцию, выбрали, ну, описали целевую аудиторию, мы про это поговорим, как правильно ее описывать. И вот здесь нужно написать меню. Не то, что мы будем продавать, но вот такие бургеры, еще пиццы и вот еще ровно. Вы должны прямо каждую позицию прописать. Пицца с курицей, грибами, сливками. И дальше не надо все эти позиции готовить, достаточно просто подробно прописать ингредиенты. И здесь вот вам уже понадобится шеф-повар, можно обратиться разово пока к кому-то, он должен прописать технологию. Он готовил много-много блюд. Кстати, я вам открою маленький секрет, сейчас шеф-повар ресторану вообще не нужен. Он раньше нужен был, а сейчас нужен китчен-менеджер, а шеф-повар не нужен. Шеф-повар раньше был как источник кулинарных навыков и знаний рецептур. А сейчас рецептуры и кулинарные навыки, они все на ютубе, они все в онлайн-мастер-классах. Вы можете за неделю пройти обучение и научиться круто готовить ряд продуктов. Сейчас как раз нужен китчен-менеджер, который управляет спросом, качеством, процессами. А их нет. А вот эти шеф-повара, которые до сих пор просто умеют вкусно готовить, они даже персонал научить не могут. Они сами умеют вкусно готовить, но они не владеют методикой обучения. Они сейчас никому не нужны, а они все привыкнуть не могут, что они ищут работу за высокие зарплаты, а, собственно, такой специалист больше не нужен. Поэтому стратегию продвижения нужно прописывать еще, когда вы ничего не нашли, потому что от того, как вы планируете продвигать, зависит, какое помещение, без шуток, вы выберете. Ну и мы сошлись на том, что нужно писать меню. Затем вам понадобится какой-то шеф-повар, который напишет технологию. Он пишет, берем макароны, отвариваем их, отварные макароны храним вот так-то в таких-то условиях. И под эти технологии он вместе с технологом-проектировщиком пишет список оборудования. Прикидывается пока, сколько квадратов нужно, чтобы просто впихать это оборудование. И вам говорят, еще я пока ничего не рисую, вам просто говорят, что ищите помещение. Если вы хотите вписаться в объем продаж в миллион крон в месяц и хотите работать 6 дней в неделю, то вам нужно делать выручку, к примеру, 50 тысяч крон в день. Если вы хотите работать с 9 утра до 9 вечера, вы должны понимать, что основной поток будет в эти-в эти-в эти часы. Делим на средний чек по этим-этим блюдам. И получается, что вы должны за день приготовить 200 лапши в коробке. И у вас должно посидеть 3 посадки по 20 человек. Исходя из этого, вот вам ориентир. Ищите помещение, чтобы производство там было минимум вот такой площади. Иначе вам негде будет поставить тестомес, негде будет хранить лапшу. И негде будет варить эти 200 коробок. И вам нужно вот примерно такой размер гостевой площади, иначе у вас 20 посадок не сядет. И тогда вы не сделаете вашу выручку. Просто вы не впишетесь в бюджет, если вы найдете помещение с неправильной квадратурой кухни и с неправильной квадратурой зала. Вот этот шаг многие пропускают, они потом, они такие, хоп, помещение, хоп, концепция начинает открываться. А потом у них не влезает оборудование, не влезают процессы. Им по цифрам надо делать 100 тысяч в день. А они просто не могут на этой площади, потому что не влезло оборудование, а не технологичное оборудование не может справиться с этим облево. Вот. Поэтому вот такой пошаговый план. И только после этого ищем помещение. Если помещение найдено, вы хотите его купить или арендовать, то для подписания договора аренды я всем настоятельно советую, меня мало кто, к сожалению, слушает, нужно найти юриста, который работает в сфере общественного питания. Заплатите ему денежку. Если вам интересен такой юрист в РФ, я вам дам контакты. В Чехии еще, к сожалению, такого не знаю, но наверняка знают специалисты в школе бизнеса в Праге. Нужно внимательно просмотреть договор аренды, потому что тоже у большинства, кто к нам обращается, уже в отчаянии, что помогите нам зарабатывать больше, оказываются какие-то проблемы связаны с договором аренды. И я говорю, ну вот вас по слабой продаже вот такой продукции, но вы не можете поставить вытяжку, потому что постфактум же оказалось, что жильцы дома не согласны. Чтобы вытяжка была встроена в общую вентиляцию, на улицу ее никак не вывести, и эти запахи, оказывается, будут распространяться по всему дому. Вот если бы этот момент был с самого начала учтен, а это может помочь сделать только юрист, работающий именно с договорами аренды в сфере общественного питания, потому что он знает все эти нюансы, их очень много. Потом оказывается, что нельзя музыку включать после восьми. А кто тогда захочет отметить, например, небольшое день рождения в семейном кругу, если после восьми нельзя шуметь, и спускается, зная бабушка, и ругается. В общем, это мой совет по договору аренды. И если вы уже нашли помещение той рекомендуемой квадратуры, что вам порекомендовал Технолд шеф-поваром, именно сейчас первое, что нужно делать, надо начинать заниматься разрешениями. Налетник. Звать гигиену. Да, у вас пока еще голые стены. Вы зовете гигиену, показываете это меню и говорите. Посоветуйте мне. Вот я буду вот это, это готовить. Сколько мне нужно раковин, сколько мне нужно выдержек, где я должен то хранить, где я должен это хранить. Еще пока ведете в пустое помещение. Также занимайтесь разрешениями от пожарных, от трудовой, что условия туда правильно организованы. Знакомитесь с жильцами, если вам не повезло, и вы нашли помещение в жилом доме, потому что это тоже бывает фактором, почему закрывается ресторанный бизнес. Потому что их закрывают жильцы. Вызовом полиции и всяких проверяющих органов. И это самое время, вот именно сейчас, до ремонтов, заняться этим. Вы начинаете с этого. Ну, приведу пример для России. Алкогольная лицензия. Очень для многих оказывается сюрпризом, что для того, чтобы получить алкогольную лицензию, нужно запросить план БТИ. Как вы знаете, его не быстро делать. Потом оказывается, что план БТИ не соответствует требованиям к хранению алкогольной продукции. И нужно его переделывать. Затем нужно договор аренды отдать на регистрацию. А часто на этом шаге оказывается, что к этому не готов арендодатель. По разным причинам он может не хотеть зарегистрировать договор аренды. Причем на тот срок, на который вы получаете лицензию. Это иногда может быть на три года. Он такой, а я так не собирался. А у него помещение может быть в залоге, у банка. Вы не знаете. Оно может быть в ипотеке, а ипотеку банк может не дать. А вы уже подписали договор аренды, и тут оказывается через месяц многие ремонтом начинают заниматься, не думают о том, что а я потом, оказывается, не получу алкогольную лицензию. И потом оказывается, что уже денег в ремонт вложили, уже всем рассказали об открытии, а алкогольную лицензию вы не получите. И что вы будете делать? Кто пойдет? Вот уже столкнулись с этим, сказали, ничего. Я буду продавать пиво. Это я про Россию говорю. Нет, не ходят люди на пиво. Ходят раз, ходят два, а потом они говорят, а сегодня мы пойдем там, где есть биски, там, где есть коктейли. Важные моменты про алкогольную лицензию скажу, потому что все равно смотрят те, у кого есть еще рестораны в России или планируют там открывать. Для подачи на алкогольную лицензию нужно сделать программу производства контроля и ХАСП. И это тоже занимает минимум месяц. То есть, считайте, договор аренды регистрируется месяц, пока план ВТИ выправите, пока программу производства контроля напишите. Ну, здесь я поставила пункт, что при подаче на лицензию должно быть налоговая задолженность. Для чего я рассказываю это людям, которые в Праге, в Чехии или будут смотреть нас из других стран в записи. Вот таких нюансов очень много. И не специалисты, и даже многие управляющие, которые работали, ну, наемным управляющим, они этим не занимались, они этого даже не видели, они про это даже не слышали, приведут ресторан к разорению, потому что с самого начала они сами про это не знали. Так что вот будьте осторожны, таких процессов очень много. И здесь вопрос вам. Мы просто уже здесь помогали некоторым рестораторам именно с открытием в Праге, и мы от всех слышим одну и ту же цифру. Скажите, пожалуйста, вот с того момента, как люди нашли помещение, в какой срок они думают, что откроются? Может быть, вы слышали, может быть, у вас представление есть. Вот вы нашли помещение, вы подписали договор аренды. Как вы думаете, в какой срок с этого момента вы откроете ресторан, кафе или кофейник? Год – это абсолютно реально правильно, но, к сожалению, вот правда жизни такова, что люди думают, как пишет Владимир, считают, что откроются за 3-4 месяца. Это ошибка номер два. За 3-4 месяца можно открыть кофейник. Правда, можно. Но ресторан не открыть категорически. Год, конечно, это много. Полгода в Чехии только бумаги будут делать. Но видите, в чем дело? И в России тоже. И мы в Таиланде помогали открывать, и в Испании, и в Болгарии, и в США. Да, действительно, везде будут так бумаги делать полгода. В России может чуть побыстрее. Но это не значит, что вы не можете работать. То есть бумаги уже, они делаются в процессе. И к открытию они должны быть готовы. То есть само сам процесс подготовки бумаг он не запрещает вам пока готовить ресторан к открытию. В общем, реалистичная цифра, которую нужно держать в голове. Если вы открываете ресторан, у вас есть команда профи 6 месяцев на открытие. Если вы открываете кофейню, и у вас есть команда профи 4 месяца на открытие. Если вы открываете что-то, и у вас нет команды профи, будете делать все сами, то тогда на кофейню планируете 6 месяцев и на ресторан и год, ну, 8 месяцев. Итак, предполагаем, что у вас есть команда профи или вас кто-то консультирует. Вот за 4-6 месяцев до открытия нужно обязательно найти шеф-повара и управляющего. Нужно начать вести Инстаграм. В Инстаграм вы будете постить все, как вы делаете ремонт, как вы вешаете вывеску, как вы поехали за посудой, как вы отрабатываете блюдо, как вам приходит гигиена и не одобряет ваш цех, то вам нужно делать новую планировку, в общем, все, вы туда будете постить, и тогда у вас ко дню открытия будет очередь на целый месяц желающий вас посетить. Как я уже сказала, начинаем работу над меню. У вас пока еще могут быть голые стены. Меню еще раз утвердили, потому что, когда вы нашли помещение, бывает, что вы полностью поменяли свое представление о том, что вы будете продавать. Иногда бывает, хочу открыть мексиканский путь. Фестфуд составила меню, прописала технологию, составила список оборудования. Мне посчитали квадратуру кухни и квадратуру зала, чтобы я могла вписываться в мой бюджет, сколько я хочу зарабатывать. Ведь есть люди, которые говорят, я хочу зарабатывать 20 тысяч, а у меня достаточно. А кто-то говорит, я ради этого не буду даже шевелиться, мне нужно 100 тысяч крон минимум, и чтобы я сам там не работала. И у них будут разные выручки, и под это надо искать разные помещения. И вот ищу, ищу, да, под мексиканский фестфуд. И бах, нашла классное, вообще крутое, по всем параметрам. Но не для мексиканского фестфуда. Я понимаю, что здесь не будет этой аудитории, и мексиканский фестфуд здесь не будут покупать. А лучше бы я здесь открыла суши-бар или коктейль-бар. И тогда с момента поиска помещения полностью меняется концепция, и вот этот пункт обновления меню идет. Снова прописываем технологию, снова рассчитываем оборудование, и закупаем оборудование. Дело в том, что если вдруг вы захотите что-то новое, а я это часто рекомендую, потому что современное оборудование, оно способно вам экономить самый большой расход. Это фонд оплаты труда. Вот, например, если купить машину WCF, то такая кофмашина, она реально варит битой капучино. Вы не отличите, что это варил, не бариста. Она миксует разные сорта, она миксует дикав, она сама себя моет, она делает чму вещей. И вот если у вас не кофейня, а ресторан, ну или кафе, поставят туда такую кофемашину, то вам не нужен бариста. То есть вам бы приходилось нанимать бариста и двух официантов, чтобы успеть обслужить этот поток. А так вы можете нанять просто двух официантов, они будут варить шикарный кофе одним нажатием кнопки. А люди предпочитают, они говорят так, я либо найму одного бариста и одного официанта, и тогда в зале за пара. Гости недовольны, уходят и больше не приходят. Он говорит, хорошо, я найму двух официантов, но куплю машину дешевую, и тогда гости пьют дурацкий кофе невкусный, и опять ресторатор теряет гостей. А правильный выход был бы вот такой. То есть вкладывайтесь в оборудование. И к чему я начала это говорить? Оно часто, такое оборудование, на него очередь. Его нужно ждать, пока освободится свободная единица, ее изготовят именно в вашей спецификации, под вас, на 80 чашек, на 600. Это все относится к индукционкам, к пиццапечам. Потому что, например, вы хотите крутую пиццапечь, но у вас газ круто, а у них на складе модель пока готова только под электроэнергию. Или наоборот, у вас вот такое напряжение в сети, а у них под другое. Но они изготовят под вас модель новой модификации, но ее надо будет ждать. Поэтому имейте в виду, что оборудование обычно доходит до ресторанов через 4-5 месяцев. Это вот технологичное. И отрабатывать вам пока придется на чем-то другом. И очень важный момент. Ребята, начинать нужно ремонт входа и кухни. Кухни, потому что мы там должны быстро-быстро начать работу над меню. А входа, чтобы люди уже полгода ходили и думали, вау, что-то здесь откроется. Причем не надо ввешать эту дурацию надпись там «Скоро открытие». Нет. Нужно разогревать их интригой. Там должны быть картинки интриги, баннеры интриги. Не надо писать «Скоро здесь откроется ресторан итальянской кухни». Нужно эти вещи делать по-другому, если вы хотите, чтобы с первого дня у вас уже стояла толпа. Ну, как вы знаете, многие рестораторы совершают ошибку и начинают открытие именно с ремонта зала. А это можно делать в последнюю очередь. За 3-4 месяца до открытия, мы говорим такой в средней концепции, такой ресторан в средней руке, кафе, нужно заказывать мебель, посуду, текстиль. Можно уже заниматься ремонтом зала, его обычно делают за месяц и полтора. Большое внимание уделите электропроводке в зале. Тут происходит как раз уже отработка блюд, потому что кухня частично чем-то уже соснащена. Тут необходимо в этот момент ставить, а не за неделю до открытия, программу учета, потому что в ней вы будете считать рецептуры, от этого много что зависит. И когда у вас блюда отработаны, вы, естественно, вызываете фотографа, но я бы сказала не фотографа, фотографа, видеографа, и он, снимая блюдо, будет делать фото и видео. И здесь у меня вам вопрос. Фото и видео чего будет делать человек, которого вы позвали фотографировать блюда для меня? Чаще всего вы сэкономите огромную сумму, если вы договоритесь с человеком за время, а не за кадр, и при этом не будете ловить ворон. Напишите нормальное техническое задание, какие фотографии и видео он должен для вас сделать, и тогда вы еще раз увеличиваете значимо свои шансы открыться, и у вас уже очередь будет стоять от входа. Персонал, интерьер, блюда, процессы, ролики какие-то. Очень большое внимание уделяйте такому, такой вещи, как блюдо в движении и фудпорн. То есть раз уж он приходит, вот представляете, вызывает фотографа, даже бог с ним, что не говорят ему, поснимай мне ролики, как официант блюда несет, как бармен пиво наливает, как он коктейли миксует, чтобы это все можно. Да, как капуста режется, все верно. Мало того, что вот этого не говорят, не просят, то есть они открывают, у них нет материала для продвижения в интернете, не только в инстаграме, не только. Но еще и не доходит попросить, что вот если уж я тебе несу суп, вот сфотографируй суп, и потом сними короткий ролик, как, допустим, трюфельным маслом суп брызгают, как капучино корицей посыпают. Нужны короткие видео и фото в стиле фудпорн. Вот вы сфотографировали сырные палочки, а теперь разломите их, чтобы из них сыр потек, и сфотографируйте, вот даже бог с ним не снимаете на видео, просто сфотографируйте, как вытекает этот сыр, как вытекает горячий шоколад, как стейк разрезают, из него вот вытекает сок. Эти вещи потом будут очень сильно повышать вам продажи. Вы уже, ну раз уж человек приходит, там большие деньги берут, фотографы хорошие, это правильно, это надо делать, так надо в это вкладываться. Вот такие фото и видео должны делать, а не просто сфотографировать. Ну и за полтора-два месяца до открытия начинается верстка и печать. Здесь я скажу вторую вещь, которая удивит многих. Ребята, до того, как вы будете фотографировать еду, нужно найти дизайнера, который будет верстать вам. Потому что найти дизайнера, кто будет понимать, чего вы хотите с полуслова, это очень сложно. Вы находите нескольких, отправляете им тестовые задания, убеждаетесь, что они тестовые задания делают быстро, потому что бывают дизайнеры, которые вот особенно в Чехии жалуются, что делают потом неделями. А когда я услышала, что они берут 700 крон в час, я вообще расхоталась. Это так смешно. Делают макет, который похож на канву, макет из канвы, и говорят, он взял 700 крон в час. Я говорю, ну так почему он берет за час? Почему он делает такой макет так долго? И он делал его два часа. Это смешно. Работайте с дизайнерами онлайн на сайте freelance.com, freelancer.com. Находите фрилансеров. Я всем говорила, у меня есть тестовое задание. Хочу посмотреть, как вы сделаете мне страничку. Не с моими блюдами, не с моими описаниями. Вот я вам даю референсы, чтобы вы понимали, какой стиль мне нравится в меню. У меня вот такое-то предприятие. Набросайте мне страничку, я платить за это не собираюсь. Хотите мой заказ? Хотите со мной работать? Сделайте мне страничку бесплатно. Я должна убедиться, что ваш вкус совпадает с моими. И вот они мне делают, я выбираю лучшего. И только после этого нужно обязательно сделать страницу меню уже вашего. Потому что от этого зависит, как фотограф будет фотографировать блюдо. Очень часто бывает, он берет фотографию прямоугольно, а потом делает такой макет, что блюдо-то надо делать, например, вертикально. Они такие, о-оу, и как мы их разместим? А мы такие кадры не сделали. Вот, поэтому первый шаг – это найти дизайнера, сделать страничку вашего меню, чтобы понимать, да, вы нафоткаете блюда в разных ракурсах. Ну, простите меня за обработку фотографий. Фотограф тоже берет, зачем вам платить лишнее? Вот, и после этого верстается и печатается меню и промо-материалов. Промо-материалы – огромное число, и это не флайеры, а наоборот, верстаются материалы диджитал. И у нас много роликов на Ютубе, где мы рассказываем, что за материалы. Сейчас мы можем про это говорить. За полтора-два месяца уже начинается активный подбор и обучение всех сотрудников. И очень важный момент – тестовая неделя. Тоже не делает никто. Вот вы видите картинку на слайде. Когда ресторатор открывается без тестовой недели, у него на самом деле очень много косяков. Он вот как этот дядька, лохматый, не пойми в чем, и пытается на гостях, которые платят ему деньги, и которых он долго-долго, получается, разогревал, если он нормальный ресторатор, он их разогревал, они пришли, и я использую это словом, бабушку мне так говорила, а он взял и обосрался. Вот. Обосраться можно только один раз. И через две недели про него пошла уже молва вот среди этой первой активной горячей тусовки, что да, ну, там много косяков. И происходит спад. Как потом нагнать людей? Никак. Поэтому нужно делать обязательно тестовую неделю. Прям вешается красивая табличка, не А4, она принтера, не печатная, что ребята, везде объявления в соцсетях, везде, что у нас тестовая неделя. Вообще приглашаются только свои. А если кто-то чужой заходит, то ему сотрудники говорят, мы еще не открыли, мы работаем в тестовом режиме. Поэтому на все позиции скидка 50%. И если мы где-то косячим, вы должны с улыбкой спокойно нам об этом рассказать. Потому что цель тестовой недели узнать все косяки, сработаться, набить руку и уже открыться по нормальным ценам, без косяков, радуя людей. Вот. И после тестовой недели вы делаете отметки на картах, вы себе не представляете. До сих пор мы с этим встречаемся. Проводим аудит, особенно в Чехии. В России как-то с этим получше. Вот в Чехии мы проводим аудит, исследуем, почему у людей мало народу. Первое, что я делаю, захожу на гугл-карты у них. Либо вообще нет отметки, что они есть на гугл-картах. А сейчас все пользуются геолокацией. Он едет, к примеру, в страховку оформлять. И гуглит заранее, где я тут могу кофе выпить. Как он вас найдет, если вас нет на карте? Он не будет смотреть по сторонам. Все, люди не ходят пешком с целью, что прогуляюсь, найду-ка я кофейню. Нет. Они смотрят на гугл-карты. Там должны быть красивые фотки, там должны быть отметки. И вот в Чехии очень многих бизнесов нет отметок на гугл-картах. В Агисе, в Агисе очень многие используют. Три подвайзером. Сделайте это за неделю до открытия. Примерно столько уходит времени, чтобы получить отметку на карте. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Также ждем вас в нашем профиле Instagram. Там мы публикуем больше полезных, интересных материалов. Также в Instagram и в Direct вы можете написать нам и отправить запрос на помощь с управлением вашим ресторанным бизнесом. Или, может быть, вы открываете новый бизнес, планируете открыть новый ресторан. Также можете писать нам на почту. Мы проводим личные онлайн-консультации, консультируем рестораторов со всего мира в разных странах. И приглашаем вас на годовое обучение с нами. Оно достаточно демократичное. Сейчас еще все материалы размещены на нашем предыдущем портале. Адрес вы видите на экране gastropdix.ustream.io И в ближайшее время мы переносим все материалы на наш новый портал. Там теперь уже будет все в одном. Там будут проходить и вебинары, и тестирование, и получение сертификатов. Также возможность иметь различные кабинеты для различных должностей. То есть, если вы приобретаете годовую подписку, то одни материалы будут видеть официанты, другие материалы будут видеть менеджеры, а третьи материалы будут видеть только управляющие. И управляющие смогут видеть материалы все, а вот официанты уже не смогут посмотреть курс для управляющего. Мы реализовали эту функцию на портале благодаря вашим отзывам. Если вас интересует годовое обучение, также можете писать нам в директ. Мы подробнее расскажем, из чего оно состоит. На этом все. До новых встреч!